Интересные факты. Выпуск пятнадцатый. Эти пять фактов о мозге изменят вашу жизнь. Человеческий мозг обладает большими возможностями, чем мы думаем. Его можно тренировать и заставлять работать иначе. А это, в свою очередь, определяет то, какой будет наша жизнь. 1. Мозг не видит разницы между реальностью и воображением. Мозг реагирует в равной степени на все, о чем вы думаете. В этом смысле для него нет разницы между объективной реальностью и вашими фантазиями. По этой причине возможен так называемый эффект плацебо. Если мозг считает, что вы принимаете фармацевтический препарат, а не пилюлю с сахаром, то реагирует на него соответствующим образом. Выпил плацебо, думая, что это аспирин, и мозг даст организму команду понизить температуру тела. Точно так же работает и эффект ноцебо, но в обратном направлении. Если ипохондрик смотрит вечерний выпуск новостей и слышит в них о вспышке новой болезни, то он может даже начать физически ощущать ее симптомы. Хорошая новость же в том, что если вы смотрите на мир в розовых очках, то наверняка чаще чувствуете себя счастливыми за счет аномально высокого уровня серотонина, гормона радости в крови. Любая конструктивная мысль или грезы о светлом будущем способны улучшить ваше физическое состояние прямо здесь и сейчас. Второе. Вы видите то, о чем думаете больше всего. О чем бы вы не думали, это становится основой вашего жизненного опыта. Скажем, если вы купите новый автомобиль, то станете чаще замечать машины этой марки в городе. Все дело в том, что после покупки вы думаете о своей машине чаще, чем думали до сих пор. Почему это важно знать? Дело в том, что выбраться из любой стрессовой ситуации можно, просто перепрограммировав свое мышление. С другой стороны, если вы пытаетесь анализировать политическую ситуацию, преподносимую разными СМИ по разному, то верить будете только тем, которые отражают вашу собственную точку зрения. Есть еще кое-что. Вы когда-нибудь замечали, что люди довольно быстро группируются по интересам? Позитивные люди чаще дружат с такими же позитивными, а ипохондрики с ипохондриками, не так ли? Это не совпадение. Если вы хотите изменить что-либо в своей жизни, начните с изменения мыслительных шаблонов. Третье. Большую часть времени ваш мозг работает на автопилоте. В среднем, человеческий мозг за день генерирует 60 тысяч мыслей, но больше 40 тысяч из них будут теми же мыслями, которые выгоняли в своей голове вчера. Вот почему так просто скатиться в штопор негативного восприятия жизни, и вот почему нам чаще нужно менять привычную обстановку на незнакомую, чтобы прочистить мозги. Негативные мысли создают стресс и беспокойство сами по себе, даже если реальной на то причины нет, и они реально разрушают иммунитет, который вынужден на это реагировать. Тренируйте свой мозг. Составляйте его чаще регистрировать позитивные мысли. Чем больше вы будете пытаться, тем быстрее и проще у вас будет получаться. Относиться к жизни сознательно – это пробовать взять все эти бессознательные процессы под собственный контроль. Конечная цель практики – добиться того, чтобы большинство ваших мыслей, возникающих по умолчанию, были позитивными. Четвертое. Периодически отключаться – это жизненно важно. Вы можете буквально тонуть в тысячах негативных мыслей, которые застревают у вас в голове в течение дня. Поэтому вам нужно отключаться. Это даст передышку для иммунной системы, сделает вас здоровее и счастливее. Самый простой способ на несколько минут выключить мозг – медитация. Она позволяет превратить ваше сознание в удобный и эффективный инструмент. И еще, насчет отпуска. Выбирайте активный отдых, лыжи, дайвинг, походы в горы. Чем проще вам сосредоточиться на захватывающем процессе, тем эффективнее прочищается голова. Пятое. Вы можете изменить свой мозг. Буквально, физически. Когда вы сосредотачиваетесь на какой-то умственной деятельности, ваш мозг в этот момент активно генерирует новые нервные связи. Этот процесс биологи называют нейропластичностью. Вот как это работает. Если вы думаете, что не в состоянии похудеть, то со временем лишь будете укрепляться в этой мысли. А вот если вы замените это подсознательное убеждение на мысль «я в отличной физической форме», то ваш мозг будет каждый раз строить к ней новые нейронные связи. Вы начнете все чаще замечать новые возможности, которые позволяют вам превратить эту подсознательную установку в новую реальность. У вас есть возможность подчинить себе свое сознание и измениться. У вас есть возможность добиться всего, чего вы хотите. Главное – поверить в это. Ведь любой физический процесс начинается с мыслей, которые возникают в вашей голове. Подписывайтесь на канал ЛТ Денис Фактс, ставьте лайки, пишите комментарии и делитесь с друзьями. Пока! До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!